Вторая половина 2021 года возможно ознаменует окончание длительной черной полосы нашего национального достояния. Начиная с 2014-го, все его инициативы на европейском энергетическом рынке сталкиваются с ожесточенным сопротивлением со стороны США и их самых верных союзников в Старом Свете. Но Газпром с грехом пополам прошел основные препоны, и теперь, похоже, за него радеет сама природа. Все наслышаны о многочисленных проблемах, с которыми столкнулся газопровод «Северный поток-2». Это и распространение в отношении его норм третьего энергопакета ЕС и введение санкций США, из-за чего проект побросали многие западные подрядчики и партнеры, и эпопея с «Одиссией» судно-трубоукладчика, академик Черский и прочее. Но большие сложности возникли у Газпрома и на иных направлениях. Напомним, что еще раньше с ограничениями норм третьего энергопакета столкнулся и наш первый Северный поток. Этот трансбалтийский подводный газопровод имеет два ответвления на суша – Оупол и Нелл. Пропускная способность Оупол составляет 36 миллиардов кубометров газа в год, однако из-за требований европейского законодательства о необходимости допуска к трубе иных поставщиков, одна из его двух ниток осталась незаполненной. Тот факт, что альтернативного российскому газа в регионе нет, никого из брюссельских бюрократов не волнует. В октябре 2016 года Газпрому вроде как удалось договориться о выводе Оупол из-под ограничений аж до 2033 года, но уже 26 декабря по требованию Польши и ее национальной энергетической компании Европейский суд приостановил решение Еврокомиссии о полноценном доступе российской газкорпорации к трубопроводу. Мотивы Варшавы, верной союзнице Вашингтона, понятны. Использование мощностей северного потока на полную снизило бы значение украинской ГТС для Газпрома, а США необходимо накрепко привязать Москву к Киеву. Также стоит упомянуть о трудностях, с которыми столкнулся отечественный монополист на южном направлении. Одноименный южный поток по дну Черного моря через Болгарию так и не смог состояться из-за неконструктивного подхода официальной Софии. Анкара на строительство газопровода через свою территорию согласилась, но не на четыре, а на две нитки общей мощностью в 31,5 миллиарда кубометров в год, чтобы не создавать излишней конкуренции совместному с Азербайджаном трубопроводу. С введением санкций против турецкого поток США, по счастью, запоздали, но Болгария привычно внесла свою лепту в задержку строительства второй нитки, идущей транзитом дальше в Европу, вновь начав затягивать его процесс. А сама Турция в 2020, воспользовавшись коронавирусной ситуацией и аномально низкими ценами на СПГ, кратно снизила закупку российского трубопроводного газа по своей первой нитке. В общем, выглядело все весьма удручающе и вызывало вполне обоснованные сомнения в перспективах Газпрома на европейском рынке. Но капли, как известно, точит даже камень. Российская компания, несмотря на все чинимые ей препоны и цену вопроса, продолжала строить обходные трубопроводы и дождалась изменения мировой конъюнктуры, которая теперь сложилась в ее пользу. Некоторое время назад мы уже подробно рассматривали факторы, способствовавшие улучшению положения Газпрома. К ним прежде всего нужно отнести аномально холодную зиму 2020-2021 годов, когда и в Европе, и в Азии пришлось сжечь больше количества ископаемого топлива для обогрева, что изрядно опустошило его запасы, а также аномальное жаркое нынешнее лето. Да, топить уже не надо, зато на полную мощность теперь работают кондиционеры, вентиляторы и прочие приборы, спасающие от перегрева. Сказалась и разница в структуре энергосистемы Старого Света и Азии. Если в Европе развита трубопроводная система, то азиатско-тихоокеанский регион тотально зависит от поставок СПГ. Китай и его соседи первыми справились с последствиями пандемии и перешли к устойчивому экономическому росту, что потребовало увеличения импорта СПГ. Вот все танкеры и пошли в Азию, где стоимость кубометра существенно выше. В свою очередь это привело к росту цен в Европе, где тысяча кубов стоит уже больше 400 долларов. Итак, в ЕС сформировался дефицит газа, заполненность ПХГ находится на низком уровне. Несмотря на зеленый курс, Европа вновь начала активно жечь экологически вредный уголь, цены на который также резко пошли вверх. А что наш Газпром? А он качает голубое топливо в рамках действующих контрактов, не торопясь увеличивать объемы поставок. Да еще и демонстративно готовится остановить на плановый ремонт трубопроводы Северный поток и Ямал-Европа. Максимум, на что удалось уломать отечественного монополиста, это забронировать дополнительно 15 миллионов кубометров в сутки на аукционе. Капли в море. По факту, Газпром сейчас отыгрывается и за провальный 2020 год, и за ту нервотрепку, что ему устроили ранее евробюрократы. Сегодня он зарабатывает на дорогом кубометре, поставив перед ЕС выбор закачивать в свои ПХГ газ по цене в 400 долларов, а в перспективе, глядишь, и за 450, либо по-быстрому прекращать тот балаган, что они сами устроили вокруг российских газопроводов. В частности, снять ограничения на использование ОПЛ и без проволочек сертифицировать Северный поток-2. Это позволит Газпрому оперативно нарастить поставки в обход Украины. Вскоре на полную мощность должна заработать и транзитная нитка турецкого потока, соединившись с газовым хабом в австрийском Баумгартене. Цена на кубометр тогда снизится, но российская газкорпорация сможет взять свое уже на возросших объемах. На редкость разумная стратегия от руководства компании. Редактор субтитров А.Семкин